Наиболее, конечно, качественное. Мы с вами видим, что он не сгниет и не лопнет. Скидка в 70 рублей. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили записать очень длинное видео, в котором будет очень много информации, очень много мнений и суждений, конкретные факты. Сегодня мы с вами поговорим о том, каким образом при продаже пластиковых окон продавец может обмануть заказчика. Способов ввести заказчика в заблуждение по поводу цены самого изделия, приписав ему не свойственное абсолютно качество, или изготовить изделие вообще с нарушением норм и стандартов, огромное множество. Поэтому мы с вами давайте поделим какие-то моменты на те, которые связаны с самим производством окон, удешевление конструкции, нарушение технологий, или вообще использование, скажем так, нестандартных решений, и на просто рекламные ходы, с которыми очень часто сталкивают заказчика, когда он приходит для того, чтобы приобрести окно. Мы не будем в этом видео рассказывать о том, как устроены сами по себе пластиковые окна, не будем рассказывать о том, что существует сам пластиковый профиль, арматура, фурнитура, уплотнительные резинки и стеклопакеты, а мы сразу приступим к тому моменту, на чем же может сэкономить производитель, при этом об этом не сказав его. Смотрите, очень важный ключевой момент, чтобы сам пластик, из которого состоит рама, из которого состоит пластиковое окно, был довольно прочной конструкцией. В рынке вы можете встречать изделия различной толщины пластика. Наиболее распространенные в сегменте, который предлагается клиенту у нас, в Иркутской области, в связи с определенными зимними нагрузками на эти конструкции, предлагается изделие с толщиной стенки 2,5 мм. 2 мм – это уже считается экономным вариантом, и такие окна предлагаются только в том случае, когда заказчик говорит, что для меня самая главная цена. 3 мм очень часто идёт в изделиях толщина стенки высокого класса. Но вы можете встретить на самом деле изделия, где встречается профиль с толщиной стенки 1,1,2 мм, 1,5 мм, эти изделия очень дешевые, они легкие по конструкции, они имеют меньший запас прочности, и чтобы вам не обмануться, когда вы приобретаете такой профиль, вам необходимо, первое, посмотреть, какая марка профиля прописана на самой стенке профиля. Почти все производители, продавая окна, оставляют на ней защитную пленку. Поэтому вы первое, что делаете, привезите в компанию в оконную, вы смотрите образцы профиля, проверяете, чтобы толщина стенки соответствовала вашему пожеланию, проверяете то, какая марка указана на профиле, и впоследствии при поставке изделия непосредственно к вам на объект, вы проверяете, чтобы то, что вы озвучивали при продаже вам окна, то, что было прописано в договоре, и то, что было поставлено вам на объект, соответствовало одному и тому же значению. Кто-то из вас, возможно, сталкивался с таким определением, что это не просто пластиковые окна, а металлопластиковые окна. Это связано с тем, что сам профиль пластикового окна внутри имеет арматуру, имеет металлический профиль, который обеспечивает его жесткость. И второй способ экономии и продажи более дешевого изделия – это отсутствие металлического профиля в необходимом объеме. Заказчику либо устанавливают профиль кусочками, только необходимые для крепления каких-либо запорных элементов, элементов фурнитуры в каких-нибудь только определенных узлах, либо вообще устанавливая коротыши какие-то в саму внутреннюю конструкцию, либо не устанавливая замкнутый контур. К сожалению, такой момент вы сможете проверить только когда вы вскроете профиль. Но такой способ обмана существует и он часто бывает. Существует возможность в некоторых случаях проверить присутствие арматуры. Арматура, вы видите, вот здесь вот по уголку, я вам сейчас покажу. Если взять по профилю, вот эта наиболее большая камера в окне, предназначена для установки туда арматуры. Здесь у нас в уголке, вы видите, створки и непосредственно в самой раме арматура уже стоит. И эта арматура P-образная у нас закрепляется по внешней стороне профиля, то есть не внутренняя, а та, которая внутри у вас будет, которую вы не можете проконтролировать после того, как будет установлено окно, а именно в наружной части вы видите точки крепления арматуры. Эти вопросы вы можете уточнить у продавцов перед тем, как покупать окно и впоследствии при монтаже изделия уже на месте проверить, действительно ли установлена арматура, установлена ли она по всему периметру вашего изделия. Там пластик, из которого состоит изделие, он может отличаться. В нашем рынке на сегодняшний день очень легко обнаружить изделие, изготовленное из пластика, который создан на основе вторичного сырья. Я думаю, о недостатках использования вторичного сырья не стоит объяснять, но тем не менее такое изделие несколько дороже, оно имеет совершенно другие прочностные характеристики. И если вы имеете возможность установить, из чего сделан пластик, сам профиль у той оконной компании, в которой вы заказываете изделие, то обязательно уточняйте, это первичный пластик или вторичный. Как правило, у всех основных, скажем так, в сегменте средней цены изделий вы не встретите такое предложение, но есть прямо выбивающиеся, очень сильные из рынка поставщики, которые предлагают такое изделие. Среди многих реклам оконных компаний, прямо как красной линии, через всё телевидение вы можете увидеть рекламу немецких окон. Немецкие окна, немецкие качества, немецкая технология – это прямо огонь маркетинга. Все прямо думают, что слово «Германия» должно их убедить в том, что эти окна действительно качественные. На самом деле, действительно, европейского производства профиль, привезённый из Запада, в наше нелёгкое время очень тяжело встретить. Если вы действительно хотите окно, привезённое Европой, при стандартной цене изделия в 11 тысяч из рынка, вам придётся заплатить порядка 25 тысяч за окно, изготовленного из европейского пластика. Поэтому, действительно, окна из Германии поставляют единичные компании. Давайте, к примеру, просто о нескольких компаниях. Даже те компании, которые используют уже свой бренд, своё название продукта, как какое-то имя собственное и конкурентное преимущество, озвучивая в каком-то контексте европейского качества продукции, могут слегка умалчивать. Например, компания «Вихао» производит свой профиль в Райлинском, КБЕ – в Воскресенске, Века – в Тройске, а мы вот пользуемся профилем «Экспроф», который производится в Тюмени. Конечно, да, возможно, эти компании используют оборудование, на котором они делают этот пластик, привезённый из Германии. Может быть, контроль качества в лице немцев, которые ходят в них по площадке. Или, например, технология рецептура пластика у них привезена оттуда, но, тем не менее, производство находится здесь. Следующий способ сыграть на сцене изделия – это уже конкретный обман. Вам представляют эту информацию уже не чего-то договаривая, а конкретно просто обманывая вас. Например, четырёхкамерные окна. Да, действительно, у некоторых производителя существует профиль с четырёхкамерными решениями. Но очень часто производители, точнее, его представительные рынки, пытаются выдать своё изделие за изделие с несколько большей камерностью. То есть, обязательно смотрите тот профиль, как я говорил, и как он промаркирован, потому что камерой у нас является замкнутое пространство. Здесь вот в пятикамерном окне и трёхкамерном окне, например, я схематически изобразил. То есть, наша задача – перекрыть замкнутой камерой любые движения холодных масс, воздуха, просто теплообмена сквозь сам профиль. Соответственно, камеры должны быть замкнуты на всём протяжении пути этого холодного потока. У нас с вами получается в трёхкамерном профиле раз – камера, два – камера, и вот здесь вот три – камера. В четырёхпрофиле у нас, опять же, вот раз – камера, два, три, четыре, и вот здесь вот пять. То есть, у нас с вами воздух, который проходит холодный поток различными способами, обмениваясь через теплоизлучение или конвекцию, через теплообмен, он проходит через профиль, пересекая пять различных камер. Что же делает производитель? Например, производитель может перегородки какой-либо камеры установить с какой-либо технологической целью вот такую перегородочку. Это что значит? Он может сказать, смотрите, вот, она даже вот может быть вот такая, почти замкнута. Здесь у нас одна камера остаётся не замкнутой, и она пересекает только всего лишь три камеры. Но некоторые производители вот эту перегородочку считают за камеру. Скорее всего, это даже не производители, а продавцы, и могут вам порекомендовать, что давайте им у нас суперпредложение, между трёх и четырёхкамерным, пятикамерным, есть вот такое вот изделие. Вот, смотрите обязательно на разрезе, я ещё раз повторюсь, что вы можете встретить стопроцентно четырёхкамерные окна, это ни в коем случае не замечание против четырёхкамерного окна. Это просто вопрос к тому, как вам подают информацию. Следующий способ производителя пластиковых окон, способ номер шесть, это сэкономить на фурнитуре. Очень часто производитель не указывает спецификации, какую фурнитуру он использует, с чего производства. Разница в цене фурнитуре может колебаться в несколько раз. Например, турецкая фурнитура или, например, немецкая фурнитура очень сильно отличается в цене, точно так же, как и Китай. Здесь как раз можно с большой долей уверенности рассчитывать на то, что вам будет установлена действительно немецкая фурнитура, если производитель об этом говорит. Ну, если, конечно, это не чистый ВД-обман. В данном случае фурнитуру не так сложно, как пластик привести. И разница как раз в этих существенных мелочах, она будет незначительная. Но качество фурнитуры определяет долговечность эксплуатации окна. Поэтому, как известно, Германия у нас лидер по производству товаров из металла, поэтому немецкую фурнитуру мы рекомендуем использовать наиболее чаще, чем остальные. Мы в своей работе используем при производстве пластиковых окон фурнитуру немецкой фирмы Винхаус. На нашем российском рынке эта компания входит в пятерку топовых производителей, лучших производителей фурнитуры. По нашему мнению, представленных на рынке, наше оценочное мнение и осуждение вы найдете в списке. То есть, там я вам по ссылочке внизу подготовил описание этих пятерых, по нашему мнению, топовых производителей. Если у вас есть рекомендации по поводу той фурнитуры, с которой вы работали, или негативные отзывы, пишите обязательно в комментариях к видео. Очень интересно ваше мнение. Помимо Винхаус, мы, конечно же, часто предлагаем клиенту, когда он говорит, мне нужно прямо очень дешевое окно, мы предлагаем установить ему турецкую фурнитуру. Но по большей части, по умолчанию, мы ставим как в спецификациях, в предложениях, так и в последующем в изделиях фурнитур Винхаус. Вообще, необычный способ экономии производителей на заказчике – это уход от необходимости установки замкнутой фурнитуры. Это седьмой способ. А в ряде изделий для того, чтобы обеспечить надежность открывания створки и последующей эксплуатации. В той части, когда у нас изделие очень тяжелое, нам необходимо обязательно устанавливать замкнутую фурнитуру. Вы видите, что фурнитура у нас практически замыкает контур самого изделия. То есть здесь у нас как бы представлена модель, имитирующая створку вашего окна. И в этой створке мы с вами видим, каким образом располагаются все необходимые точки запирания, которые ваше тяжелое массивное изделие должно прижимать к раме окна. Так вот, есть такая возможность существует в тяжелых изделиях не устанавливать полностью весь этот комплект фурнитуры, обеспечив только некоторые элементы запирания. Соответственно, ваше изделие будет эксплуатироваться не в том объеме по времени, которое вы рассчитываете. Несмотря на то, что вы покупаете, возможно, дорогой пластик, пятикамерный, но дорогую немецкую фурнитуру вам закладывают, но производитель может сэкономить, установив ее не полностью в том объеме, которое необходимо. Стоимость вот этих вот уплотнительных резинки в стоимости изделия составляет вообще мизерную долю. Тем не менее, копейка к копейке заказчик теряет довольно большую сумму на том, что исполняет производитель. Поэтому по качеству уплотнительных резинок вы сможете почувствовать в очень ближайшее время качество самого окна. Потому что они одни из самых первых вам покажут, что изделие некачественное, потому что у вас они будут продуваться. И чтобы каким-то образом себя обезопасить, вы просто смотрите, какие изделия будут устанавливаться. Ключевой момент, что вам нужно понимать, что то, что вам продемонстрируют, например, в офисе у производителя, и на месте у вас будет установлено одно и то же. Наиболее, конечно, качественными являются двухконтурные резинки, резиновые уплотнители, у которых несколько точек примыкания самого, скажем, самой створки изделия к окну. В самой, скажем так, резинке образуются в результате замыкания несколько камер. Это более надежно. Девятый способ – это продажа стандартного окна. Мы в своей практике столкнулись с тем, что, когда мы выезжаем на замя, мы, когда слышим от заказчика стандартное окно, мы встречаем абсолютно разные габариты проемов того места, куда устанавливается окно у заказчика. На сегодняшний день все строительные организации строят по проектам, которые разрабатывают практически с нуля, и такое определение, как стандартное окно, уже давно не имеет актуальности. Даже те стандартные панельные дома, они требуют замера, потому что сам проем под это окно варьируется в тех диапазонах, что угадать именно в этот проем нельзя. Но, тем не менее, есть общепринятое близкое определение к стандартному окну. Как правило, производители называют стандартное окно изделие размером. 1300 на 1300 миллиметров, разделенная пополам импостом, и одна из створок, которые должны открываться в двух направлениях. Теперь смотрите, какой очень интересный момент. Так как стандартов фактически не существует на вот такое типовое изделие, то есть да, мы изготавливаем окна по определенному ГОСТу, но они направлены именно на конфигурацию самого профиля используемых материалов. Но на изделие, как готовый комплект, вот именно, что 1300 на 1300, что это стандартное окно, такого норматива нет. Соответственно, каждый производитель может заложить в это определение что-то свое. Например, он может использовать в этом стандартном изделии самый дешевый пластик, фурнитуру, самые дешевые уплотнительные резинки, и даже установить туда однокамерный стеклопакет 24 миллиметра. То есть у вас будет всего лишь два стекла. Каким образом, ну, скажем так, от этого уйти? Надо обязательно спрашивать производителя, что означает в его определении стандартное окно. Например, 24 миллиметра у нас в Иркутской области вообще очень редко. Строительный сезон очень важным моментом является срок изготовления вашего изделия. Один день – это очень часто тот срок, который требуется, как говорится, здесь и сейчас, или вчера уже установить окно. Поэтому производители используют это как конкурентное преимущество. Срок изготовления – десятый способ пригласить клиента себе в офис. В нашей технологии этот срок просто нереальный, потому что на изготовление стеклопакета у нас уходит минимум два дня. Связано это с тем, что на затвердевание вот этого герметика, которым по контуру защищается стеклопакет от проникновения туда влаги, необходимо практически двое в суток. На формирование по технологическим условиям, по техническим условиям, его необходимой прочности. Поэтому фактически изготовить такое изделие нереально. Там сроки начинаются от трех дней. Поэтому рассчитывайте, что действительно реально вам изготовят в сезон, как минимум за неделю производители окон. Поэтому если вас пригласили и сказали, мы вам изготовим это изделие за один-два дня, ну да, возможно, где-то тут и правда, но посмотрите, что будет написано в договоре и что, соответственно, вам производитель должен сделать, если сорвет эти сроки. Потому что, как правило, в договоре потом пишут 10 дней, ну там вдруг электричество на базе отключат или еще какие-нибудь вероятности. И именно в этот срок и попадают. Как правило, в каждом городе очень много компаний, которые занимаются продажей пластиковых окон. Все они практически себя называют производителями. Но если бы было столько производителей окон, то это практически было бы 100-500 заводов в вашем городе. Надо понимать, что не каждый дилер является производителем окон. И, как правило, на одного производителя приходится около 10 дилеров. Поэтому, когда вам говорят, что на собственное производство собственный цех, воспринимайте это через призму того, что компания является дилером. И спросите, например, у вас действительно есть цех, вы можете его показать, показать, допустим, видео с цеха или какие-либо другие моменты. Очень часто производители говорят, что гарантия на их пластиковые окна составляет 35-50 лет. Фактически, это 12 способов обмануть заказчика на гарантии, сказать, что их изделие будет практически вечно эксплуатироваться. Фактически, в договоре указывается то, что гарантия 35 лет распространяется только на профиль. Это значит, что в самом пластике у вас не случится ничего. Он не сгниет и не лопнет. Но эта гарантия не распространяется на стыки, фурнитуру, на стеклопакеты, примыкания или на плотнительные резинки. И фактическая гарантия у вас в договоре будет 2-3, а может быть и даже 1. Ну и, конечно, самый огонь маркетинга – это указать огромную скидку, чтобы заказчик прибежал покупать изделие практически в 3 раза дешевле, чем оно существует на рынке. Даже у нас есть в Иркутске компания, которая кричит, что мы продаем со скидкой 70%. То есть вы понимаете, да, что фактически эта компания, если бы торговала в розницу, она имела бы прибыль больше, чем 70%. Ведь она на сегодняшний день не продает в убыток. Стоимость изделия была бы практически в 3 раза больше. Это почти 300% прибыли компания зарабатывает при продаже изделий. Вот такие компании, конечно же, прежде всего обманывают заказчика. Какая 70% скидка? Откуда такая цифра берется? Давайте разберемся. Допустим, давайте представим, что в компании, которая хочет сделать очень крутую рекламу со скидкой в 70%, решили определиться, окей, давайте мы будем продавать окно со скидкой в 70%. При этом искусственно в программе они делают так, что изначальная стоимость изделия получается 35 тысяч рублей у них. Со скидкой в 70% это изделие в розницу у них будет стоить 10 тысяч 500 рублей. То есть это искусственно накрученное стартовое значение стоимости изделия. Если же мы возьмем пример расчета у добросовестной компании, у которой в розницу изделие как раз будет стоить 10 тысяч, со скидкой в 5%, стоимость этого изделия составит 9500. И такая ситуация встречается сплошь и рядом. Поэтому очень важный момент, смотрите на итоговую стоимость, которая из них все-таки окажется действительной. То, что вам говорят со скидкой в 70%, это не значит, что вы купите изделие в 3 раза дешевле, потому что тогда бы он у них стоил в 3 раза дороже, чем у любого другого производителя. В подгоне за камерностью профиля самого окна мы спускаем очень важную деталь. 14 способ вас обмануть, обмануть вас на стеклопакете. Дело в том, что если мы с вами возьмем и нарисуем внешний вид самого окна, то площадь вот этой вот части, самого профиля в световом проеме составляет порядка 7, ну может быть на маленьких изделиях, это может быть цифра до 15%. Поэтому наибольшие теплопотери у нас осуществляются через поверхность стеклопакета. А дело в том, что на стеклопакеты мы как раз не обращаем внимания, ведь мы спрашиваем, какие у вас окна. Так вот, камерность стеклопакета в моем понимании как инженера это наиболее важный вопрос, даже важнее, чем камерность профиля. Поэтому обращайте внимание, вам могут поставить однокамерный стеклопакет, это значит, где у вас в самом окне будет всего лишь 2 стекла, и вот это всего лишь одна камера. 3 стекла или 4 стекла, это уже стеклопакеты с несколькими камерами. Если здесь у нас, как правило, 24 миллиметра, то 2 это 32 уже миллиметра, а 4 стекла, как правило, около 40 миллиметров. То есть трехкамерный стеклопакет, это уже 40 миллиметров, и он идет, как правило, в пятикамерный хок. Скажу, как определить камерность стеклопакета. Вот на примере вот этой образцовой рамки, да, мы с вами видим, что вот здесь вот в проеме у нас нет промежутков. То есть мы видим, что здесь вот оцинкованный вот этот вот участочек, вот этот профиль, да, говорит нам о том, что между стеклопакетами, стеклами самими всего лишь одна камера воздушная. Установлено у нас в офисе окна. Вы видите, да, что посередине у нас проходит линия, и здесь видно, что раз, вот по этой черной полоске, два, три, три стекла. Значит, стеклопакет двухкамерный. Еще один способ, как определить количество стекол. Сейчас свечу фонариком от телефона. Но можно то же самое выполнять свечкой или зажигалкой. Вот этот стеклопакет у нас с двумя стеклами. А вот видите, вот это окошечко у нас, здесь три стекла и три огонька. Вот их очень хорошо видно, что три огонька у этого стекла. Некоторое время назад очень большое количество компаний в погоне за трендом начало организовывать так называемые одностраничные сайты. Сайты, которые позволяют быстро перевести клиента из посетителя сайта в звонок. Существенным моментом этих одностраничных сайтов, я их называю пластмассов, потому что они как в Китае делаются по одному клише, до 15 миллионов в день. Чертой этих сайтов являются накрученные отзывы, где Маргарита Иванова и так далее, прочие вымышленные персонажи с фотками из интернета пишут, какая здоровская компания, что она сделала им эти окна. Поэтому будьте очень внимательны. Таких сайтов очень много, и чтобы определиться, действительно компания долго работает на рынке или нет, вы можете определить определенные критерии таких отзывов. Прежде всего, конечно же, отзывы от крупных компаний, которые вы знаете в регионе, в виде благодарственных писем и прочих посланий с печатями на фирменных банках, конечно же, вызывают доверие. Большая крупная компания длительное время занимается тем, что собирает такие отзывы. По этим отзывам в большей части можно верить. Также можно верить отзывам тех компаний, в которых среди прочих вы увидите негативные отзывы. Невозможно угодить каждому клиенту. Клиент также субъективен. Клиент может хотеть здесь и сейчас, чтобы мы приехали, ему все сделали. Мы не способны телепортироваться, например. Поэтому на сайтах действительно компаний, которые не удаляют негативные отзывы, вы увидите отзывы, типа мастер не вовремя приехал, позвонили и так далее. Негативные отзывы – это неотъемлемая часть любой деятельности. Конечно, они не должны преобладать, это уже говорит о чем-то плохом. Но в большей части это говорит о том, что компания, по крайней мере, работает честно. Также очень важный момент, что отзывы на сайтах компаний могут использовать ресурсы отзывиков, так называемые, например, фланг и прочих агрегаторов. Существенный момент является тем, что там тоже возможно накрутить отзывы. То есть любой сайт, который существует с формой, где оставить можно отзыв, и эта формула транслируется, их можно открутить с помощью различных бирж фрилансов. Поэтому внешние ресурсы отзывовики вызывают больше доверия, потому что влиять на негативный фактор очень сложно. То есть удалить негативный отзыв, допустим, с флампа, возможно только если отзыв от откровенных хейтов. То есть берут и просто хейтят компанию, которая выполняла работу без обоснования какого-то. В противном же случае, как правило, этот негатив не удаляется. И, конечно же, очень важным элементом присутствия положительных отзывов это и являются видеообзоры тех компаний, которые этим занимаются, с объектов. Безусловно, если вы у компании найдете какие-то инструкции по изготовлению, брендированные инструкции, не скачанные с интернета, а действительно снятые их специалистами, по изготовлению, монтажу и использованию их изделия, если вы найдете видеоматериалы по поводу того, как организовано это производство, то таким сайтам тоже можно доверять. В противном случае, если вы не понимаете, как вот эти отзывы откуда взялись, просто им не стоит верить, потому что нарисовать на сегодняшний день можно что угодно. Прежде чем я расскажу о 16-м бонусном способе обмана, хочу сказать, обратиться к своим подписчикам и просто тем, кто смотрит это видео. Возможно, у вас есть какие-то интересные материалы, вы можете присылать их по вот этому электронному адресу, шлите мне на электронную почту, я размещу себя на канале. Возможно, вы проектировщик, у вас есть интересные проекты строительства домов, вы также можете мне написать на почту, у меня есть для вас очень интересное предложение по поводу продвижения ваших проектов. Ну и 16-й очень интересный способ обмана, больше он связан вообще с гигантами, скажем так, с производителями самого профиля, и он отличается тем, что идет, опять же, обманный конструктив, идет обман с камерностью окон. Дело в том, что если мы возьмем обычный трехкамерный профиль, раз, два, условно, три камеры, да, в самом профиле, который существует, производитель окон, при той же самой ширине профиля, 58 мм, берет и вот просто вот здесь вот устанавливает еще две перегородки толщиной, наверное, как лист бумаги, здесь такой вот тонкий пластик, и вот эти камеры считают при этом за пятикамерные окна. Существенный момент в таком профиле, надо понимать, что он будет соизмерим по цене изготовления с трехкамерным профилем, но его эксплуатационные характеристики будут многим меньше, потому что стандартный пятикамерный профиль в районе 70 мм шириной самого профиля. Соответственно, возникает ряд проблем, как то, что вы не можете сюда 40 мм трехкамерные стеклопакеты установить, так и просто сами характеристики впоследствии эксплуатации, которые возникают у вас, проблемы с нагрузочными моментами, то есть, ну, вы не получаете практически пятикамерное окно. Это были мои 16 способов, как обмануть заказчика. Самое главное, запомните, что те вещи, которые вам озвучиваются в рекламе, обязательно должны быть озвучены в договоре, проверяйте их, проверяйте спецификацию, запомните основные ключевые моменты по стеклопакетам и непосредственно по самому профилю. Обязательно пишите мне в комментариях, если я что-то забыл. Вот здесь вот обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал. Все вам было интересно. Всем пока!